Азар Мусалейф, Азар, вы как считаете, продолжится ли вот эта жасминовая лихорадка в арабских странах? Уже кажется названия закончились, чтобы называть бесконечные эти революции. Я думаю, что да, это же волна одна, волна вызванная тем, что система, где закупорен весь был социальный лифт, да, полностью, закосневшие, они, в общем, под давлением начинают трещать, ломаться, а где-то пытаются это залить нефтедолларами. Так вот, Саудовский король пообещал, по-моему, 35 миллиардов раздать. Да, и очень успешно. В Бахрине тоже раздали там по 2,5 тысяч каждому. Да, 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 но мы не знаем, насколько успешно, потому что история-то продолжается. У Йемен, очевидно, этих денег нет. Так, чтобы вот раздать, да. Кроме того, ну, в случае с Ливией, где там раскол на восток и запад, да, имеет место быть, не столь явно, но тем не менее. В Йемене это очевидный раскол. Да, это страна, которую слепили из двух частей, из юга и севера. И то, что часть армии перешла на сторону восставших, я думаю, что, скорее всего, если мы посмотрим персонали этих генералов, это, скорее всего, представители противоборщего клана. Большое спасибо. Спасибо, Азер. У нас в гостях был Азер Мурсалиев, шеф-редактор из Дальского Дома Коммерсанта. Субтитры создавал DimaTorzok